Принимать решение, конечно, это навык. Вообще решение это навык. Если говорить о президентах, о политиках, о бизнесменах, обычных людей, это навык. Это не какой-то ген, который, знаете, обладает. Просто надо знать технологию. Первое, что я бы порекомендовал нашим слушателям, это задаться всегда вопросом. Такой практический лайфхак. Что я боюсь? То есть не просто между А и Б я не могу выбрать. Задаться внутренним вопросом, что я боюсь? И самое главное, это помнить, что вы всегда боитесь последствий. Не само решение вы боитесь. Вы боитесь каких-то последствий. Возьмите лист бумаги и напишите последствия. Какие последствия могут быть при тех или иных развитиях событий вашего решения. И посмотрите, что вы не допускаете. Например, если я выберу это, может быть такая-то, такая-то ситуация, я этого не допускаю. Почему? То есть вся технология, она заключается в работе с последствиями. Даже в политике, высокой политике. Да, глубокий анализ получается. Он анализ с точки зрения ходов. Но есть, мы сейчас говорим о психологическом анализе. Это касается просто именно комбинаторного сценария развития ситуации. А мы, я сейчас имел в виду именно психологический шаг. Потому что многие наши клиенты, они не могут даже шаг сделать. Поговорить, сказать, позвонить, сделать. Страх настолько велик о последствиях, что когда ко мне приходят клиенты, я прям буквально вот сразу говорю, давай посмотрим, что ты боишься в последствиях. Что будет? Ну, давай предположим, что он уйдет от тебя. Давай предположим, что тебя уволят. Давай предположим, что ты не понравишься. Давай предположим, что ты разочаруешься. Окей, давай предположим, что ты права и у тебя не выйдет. Окей, давай предположим, что ты совершишь ошибку. Так ли это ужасно? Как мы можем здесь действовать дальше? То есть мы выстраиваем в головах клиентов, не просто убираем оценочное осуждение, но, например, с чего ты решила, что если ты ошиблась, это означает, что ты плохой человек. Да, ты ошиблась, да, ты была, допустим, невнимательной, но с чего ты решила, что тебя это характеризует. Или, да, действительно, ты три года провела с этим человеком, и ты ожидала, что твое будущее будет развиваться так, но реальность выстроена так, что твое будущее не реализовалось в том ожидании, в котором ты хотела. Так ли это ужасно? Да, это неприятно, да, это разочаровывает, но говорит ли это о том, что в будущем тебя не ждет что-то лучшее? Если ты будешь бездействовать, точно. А если ты будешь действовать, то у тебя очень много вариантов. То есть мы стараемся в нашей терапии закидывать в голову людям концепцию подумать, потому что депрессия и все эти неврозы – это про тупик. Все, если Вася ушел, я никому не нужна. И решение тоже я не принимаю. На самом деле это не так. Конечно. А на примере политики?